Названы пострадавшие от резкого роста цен на электроэнергию госэкономика экономика. 12 часов 03 минуты, 17 января 2019 года названы пострадавшие от резкого роста цен на электроэнергию. Фото, Сергей Мальгавка, ТАСС в России в 2019-2022 годах ожидается резкий скачок цен на электроэнергию и мощность для промышленных потребителей. Об этом в четверг, 17 января, пишет коммерсант со ссылкой на данные регулятора отрасли Совет рынка. Так, мощность в европейской части страны и на Урале может подорожать сразу на 18%. В Сибири рост составит 3,3% и 5,6% соответственно. Цены на электроэнергию будут более стабильны, так, рост для европейской части России и Урала прогнозируется от 1,5% до 4,4%, а для Сибири 2,3%. Продажа мощности предоставляет участнику рынка право требования обеспечения готовности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии установленного качества в том количестве, которое необходимо для удовлетворения потребности покупателя. Реализация электроэнергии представляет собой ее физическую поставку потребителю. Отмечается, что наибольший вклад в рост ценника на мощность составит возврат инвестиций на развитие новых ТЭЦ, АЭС и ГЭС, а также на зеленую генерацию, энергетику Калининградской области и Крыма. Также причина кроется в возросшей стоимости топлива для ТЭС газа и угля. В Минэнерго коммерсанту заявили, что грядущее повышение цен учтено в социально-экономическом прогнозе развития России, население это не коснется. Однако ситуацией озабочены промышленники. По словам главы сообщества потребителей энергии Василия Киселева, галлопирующий рост цен на мощность изымает ресурсы для развития других отраслей, а загрузка электростанций продолжает падать. Ранее, 16 января, председатель правления УК Роснана Анатолий Чубайс раскритиковал действующую в стране систему электроснабжения. По его мнению, Россия расточительно расходует свои энергоресурсы, а главная причина этого слишком низкая стоимость электроэнергии для потребителей. Больше важных новостей в телеграм-канале Лента дня. Подписывайтесь.